Вторая волна мобилизации будет или нет, в Кремле перспективы новой мобилизации после выборов отрицают. Разберемся, как есть на самом деле. Частичную мобилизацию объявили в сентябре 2022 года. Тогда планировалось набрать 300 тысяч человек. Сейчас речь идет о цифре в 150-300 тысяч человек, якобы для взятия Харькова. Еще по итогам 2023 года президент России Владимир Путин говорил о том, что никакой необходимости в новой мобилизации нет. Откровенную дезинформацию распространяет президент Украины Владимир Зеленский. Именно он заявил о второй волне мобилизации в России с 1 июня. В рамках которой якобы собираются набрать еще 300 тысяч человек. Его цели понятны. Страна проигрывает, западная помощь зависла. Приходится действовать в рамках военной контрпропаганды. Официальные лица и в Госдуме, и в Кремле, и в Минобороны говорят о достаточном количестве личного состава в вооруженных силах. С каждым днем прибывает все больше контрактников. От них буквально отбоя нет. Еще больше желающих стало после теракта в Крокусе, за организацией которого стоит Украина. По данным Минобороны, каждый день контракт подписывают до 1700 человек. Всего с начала 2024 года набрали 100 тысяч человек контрактников. В прошлом году набрали 540 тысяч контрактников. Цифры говорят о том, что новой мобилизации не потребуется. Есть сомнения, что даже если дополнительно набрать людей, им хватит снаряжения и оружия. Опять же, их надо будет кем-то заменить в мирной жизни на рабочих местах. В то же время на Украине призывной возраст снизили с 27 до 25 лет. Там забирают всех подряд. Отменено понятие ограничения годности. Теперь решение будет принимать сам военкомат на месте. Так вот, если противник наберет 400-500 тысяч человек, то и России придется ответить сопоставимыми силами. Постпред России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявил о том, что новый закон о мобилизации превращает украинцев в крепостных. Готовящийся сейчас к принятию закона мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных, чьими жизнями распоряжаются Зеленский и его клика. Только об этом наши западные коллеги предпочитают умалчивать. Украина сегодня не более чем частная военная компания, воюющая для запада и западным оружием до последнего украинца. От Украины потребуются огромные усилия, чтобы набрать людей по новому закону о мобилизации. А затем еще полгода, чтобы вооружить их, снарядить и обучить. Также есть вероятность призыва женщин в ряды ВСУ. Так что мобилизация будет, только будет она на Украине. Киевский режим вынужден выскребать всех до последнего украинца. Подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok